И видел, когда отверз Агнец первую из семи печатей, И слышал одно из четырех животных, Говорящее как бы громовым голосом «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, И на нем сидел имеющий лук, И дан был ему венец, И вышел побеждающий, и чтобы победить. И когда он снял четвертую печать, Я слышал глаз четвертого животного, Говорящий «Иди и смотри!» И я взглянул, и вот конь бледный, И на нем всадник, которому имя смерть, И ад следовал за ним. Апокалипсис. Летом 1919-го гимназист Газданов собрался на войну. Белые, красные, разницы особо он не видел, Но знакомые шли за белых, и он с ними. Я считал тебя умнее, сказал дядя. Помнишь ли ты, как образуются коралловые острова? Одно отмирает, другое зарождается. Так вот, белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, На трупах которых вырастают новые образования. Красные – те, что растут. После этих слов Гайто счел, что уже не вправе переменить решение, Ведь белые проигрывают. Это гимназический сентиментализм, сказал дядя. Но больше отговаривать его не стал. После смерти отца и обеих сестер, Они с мамой остались вдвоем. Нужна была вся жестокость моих 16 лет, Чтобы оставить мать одну и идти воевать. Без убеждения, без энтузиазма. Исключительно из желания вдруг увидеть и понять на войне Такие новые вещи, которые, быть может, переродят меня. Она умоляла его остаться. Он отвечал, что отец, как полковник, будь жив, тоже пошел бы на войну. Что вообще ничего страшного не случится, Он обязательно вернется, и все пойдет по-прежнему. Когда, наконец, за мной закрылась дверь, Я подумал, что, может быть, никогда больше не войду в нее. И мать не перекрестит меня, как только что перекрестила. Я хотел вернуться домой, никуда не ехать, но было слишком поздно. Та минута, в которой я мог это сделать, уже прошла. Я был уже на улице. Из всех моих воспоминаний, Из всего бесконечного количества ощущений моей жизни, Самым тягостным было воспоминание о единственном убийстве, Которое я совершил. Я ехал по пустынной, извивающейся дороге. Солнце было высоко, воздух почти звенел от жары. Боя больше не было. Было тихо. И вот на одном из поворотов дороги Моя лошадь тяжело и мгновенно упала на всем скаку. Я упал вместе с ней в мягкое и темное пространство, Но успел высвободить ногу из стремени и почти не пострадал. Пуля попала ей в правое ухо, пробила голову. Поднявшись на ноги, я обернулся и увидел, Что не очень далеко, тяжелым и медленным, Как мне показалось, карьером, Ехал всадник на огромном белом коне. Гайто Газданов. Призрак Александра Вольфа. Потом он увидел, как всадник бросил поводья И вскинул к плечу винтовку. В эту секунду выстрелил сам, Всадник вздрогнул в седле, Сполз с него и медленно упал на землю. Он был лет 22, довольно красивый. Белокурая голова лежала на пыльной дороге. На его губах вскакивали и лопались пузыри розовой пены. Он открыл свои мутные глаза, Ничего не произнес и опять закрыл. Герой, подросток, долго смотрел в его лицо, Потом сел на белого жеребца и ускакал. И вот через много лет в Париже Ему попадается рассказ на английском языке, Где вся эта история описывается глазами того человека, Которого, как ему казалось, он убил. Некого Александра Вольфа. Рассказ начинался так. Так, лучшая лошадь, которая мне когда-либо принадлежала, Был огромный жеребец белой масти. Он был настолько хорош, Что мне хотелось бы его сравнить с одним из коней, О которых говорится в апокалипсисе. Это сходство вдобавок Подчеркивалось для меня лично тем, Что именно на этом коне Я ехал карьером навстречу собственной смерти. Мне столько раз снилось ее страшное железное лицо, Что я узнал бы всегда эти черты, Знакомые мне до мельчайших подробностей. Но теперь я с удивлением увидел над собой Юношеское, бледное, Совершенно мне неизвестное лицо С далекими и сонными глазами. Это был мальчик. Когда я в последнем усилии повернул голову, Я увидел его верхом на моем жеребце. Потом я опять лишился чувств И пришел сюда только в госпитале. Мой апокалиптический конь Не успел довести меня до самой смерти. Но он продолжал это путешествие. Только с другим усадником. Я бы дорого дал за возможность узнать, Где, когда, как Они оба встретили смерть. Пригодился ли еще этому мальчику его револьвер, Чтобы выстрелить в ее призрак. Я, впрочем, не думаю, Чтобы он вообще хорошо стрелял. То, что он попал в меня, Было, скорее всего, случайно. Но, конечно, я был бы последним человеком, Который бы его в этом упрекал. Я не сделал бы этого еще и потому, Что я думаю, Он, наверное, давно погиб И растворился в небытии Вверхом на белом жеребце, Как последнее видение Этого приключения в степи. Призрак Александра Вольфа. В декабре, когда Газданов оказался в армии, Белые уже почти везде отступали. Его взяли рядовым артиллерийской команды На бронепоезд. Целый год, пишет он, Бронепоезд ездил по рельсам Таврии и Крыма, Как зверь, загнанный облавой И ограниченный кругом охотников. Он менял направление, Шел вперед, потом возвращался, Затем ехал влево, Чтобы через некоторое время Опять мчаться назад. На юге перед ним расстилалось море, На севере ему заграждала путь Вооруженная Россия. А вокруг вертелись в окнах поля, Летом зеленые, зимой белые, Но всегда пустынные и враждебные. Через год С остатками армии Врангеля Он очутился в Турции. Там, в этой голой стране, Где голодают оборванные дикари, Где пашут на ослах и коровах, Где грязь вязкая, как оскорбление, И тягучие, как передовицы газет, Мы жили лагерем побежденных солдат. С берега мы глядели на величественные контуры Трансатлантических пароходов, Везущих разбогатевших буржуа Из Стамбула в Европу И дальше в Нью-Йорк. Мы бросались в море, Но вода не принимала нас. Мы голодали. Однажды я проглотил кусок терпкой Галлиполийской глины, И вот до сих пор Этот комок, Прорастающий в моем сердце, Давит на меня грузом Желтого отчаяния, голода И тяжелой памятью О земле, где я должен жить. Он не дождался Конца галлиполийского сидения, И как только французы Дали пароходы, Предложив всем желающим Строить дороги в Сербии и Болгарии, Сбежал. Я не знаю ничего более унылого И пронзительно печального, Чем рабочие предместия Парижа, Где, кажется, в самом воздухе Стелится вековая безвыходная нищета, Где жили и умерли Целые поколения людей, Жизнь которых по будничной Своей безотрадности Не может сравниться ни с чем. Но я никогда не узнал бы Многого из того, что знаю, И половины, чего достаточно, Чтобы отравить навсегда Несколько человеческих жизней, Если бы мне не пришлось Сделаться шофером такси. Гайто Газданов. Ночные дороги. Он побывал грузчиком, Мойщиком паровозов, Поработал на заводе Рено, Поучился в Сарбонне, Поучил сам, Кого русскому, Кого французскому. Но только в такси Он стал всерьез писать. В Париже удалось узнать Мамин адрес. Она перебралась поближе К родственникам во Владикавказ И пошла преподавать языки. Началась переписка. Они часто размышляли О воссоединении. Но где? Как выжить вдвоем во Франции Он не представлял. Первый его роман «Вечер у Клэр» Вышел в 29-м И принес ему славу Самого многообещающего, Наряду с Набоковым, Писателя среди молодых эмигрантов. Успех практически не изменил Его материального положения, Но придал силы и уверенности. Один из старших литераторов Решил послать его книгу Горькому. И вскоре Газданов получил От Алексея Максимовича письмо. Вы, разумеется, Сами чувствуете, Что вы весьма талантливый человек. К этому я бы добавил, Что вы еще и своеобразно талантливы. Но разрешите старику сказать, Вы еще не весь И не совсем свой. Виртуозность французской литературы, Очевидно, смущает вас. Разум – прекрасная и благодетельная сила В науке, технике. Но Лев Толстой и многие Были разрезаны им, как пилою. Заметно также, Что вы рассказываете В определенном направлении – К женщине. Тут, разумеется, действует возраст. Но большой художник Говорит в направлении вообще. Куда-то к человеку, Который воображается им Как интимнейший и умный друг. Извините мне эти замечания, Но каждый раз, Когда в мир приходит Талантливый человек, Чувствуешь тревогу за него. Хочется сказать ему Нечто от души. Почти всегда говоришь Неуклюже и не очень понятно. А мир жесток И становится все более жестоким. Очевидно, хочет довести Жестокость свою до высшей точки, Чтобы уже освободиться от нее. Будьте здоровы И очень берегите себя. Крепко жму руку. Алексей Пешков В постскриптуме Горький пообещал поспособствовать Тому, чтобы роман был опубликован В Советском Союзе. Газданов не очень в это верил, Но надеялся, Что Алексей Максимович Поможет ему вернуться. Сохранив копию, Оригинал горьковского письма Он отправил матери. Вера Николаевна ответила Я лично с удовольствием Отдала бы жизнь За то, чтобы тебя увидеть, Услышать твой голос, Посмотреть на тебя, Побыть с тобой Хотя бы несколько месяцев. А дальше, Чтобы привлечь его внимание По-французски. Но ты ведь вернешься Только через год, не так ли? Не раньше? Все надо обдумать. Молодые иммигранты Ежедневно боролись за выживание. И они рвались на родину. Они не понимали, Что возвращаться небезопасно. Да и до массовых казней Дело еще не дошло. Но были и те, Кто мог сравнивать. У Бабеля во Франции Жила семья. Сидя в парижском кафе, Он говорил, У меня жена, дочь, Я люблю их и должен кормить их. Но я не хочу ни в каком случае, Чтобы они вернулись в Советчину. Они должны жить здесь, на свободе. А я? Остаться тоже здесь И стать шофером такси, Как героический Гайто Газданов? Но ведь у него нет детей. Возвращаться в нашу пролетарскую революцию? Революция. Ищи свящие. Газданова не беспокоила Утрата революционных идеалов. У него их никогда не было. Зато, когда утихли восторги От его первого романа, Он снова оказался Один на один с ночным Парижем. Проститутки, бандиты, кокаин, Самоубийство друзей, Смерть, отчаяние. Он писал об этом маме, И она страшно переживала. Иногда мне кажется, Что никто столько горя не перенес, Сколько я. Тем не менее, мысль о самоубийстве Никогда не приходила мне в голову. Даже в самые страшные минуты. Правда, я всегда думаю, Что если бы ты меня оставил, Я осталась бы одна, То я этого горя не перенесла бы. Но это не значит, Что кончила бы самоубийством. Я не смогла бы И не сумела бы совершить Эту гадостью. Я просто зачахла бы, Как это недавно случилось С одной нашей родственницей, У которой заболел и умер Единственный сын. Из письма Веры Николаевны Гоздановой В 1935 году, Приняв смертельную дозу наркотиков, Погиб поэт Борис Поплавский, Считавшийся одним из лучших В эмиграции. Вместе с ним, Писал Гозданов, Умолкла та последняя волна музыки, Которую из всех современников Слышал только он один. Он всегда был точно Возвращающимся из фантастического путешествия, Точно входящий в комнату Из ненаписанного романа Эдгара По. В лице Вольфа было, казалось, Что-то резко отличавшее его от других. Это было нечто похожее На мертвую значительность, Выражение, казавшееся совершенно невероятным На лице живого человека. Он стал для меня невольным олицетворением Всего мертвого и печального, Что было в моей жизни. К этому прибавлялось еще сознание Собственной вины. Я чувствовал себя почти как убийца, Потрясенный только что совершенным преступлением У трупа своей жертвы. И хотя я не был убийцей, И Вольф не был трупом, Я не мог отделаться от этого представления. Когда герой находит Вольфа, Он понимает, что встретил призрака. Умный, циничный, разочаровавшийся. Последний источник его жизненных сил – морфий. Эпиграф к своему рассказу Вольф взял у Эдгара По. Подо мной лежит мой труп Со стрелой в виске. Белый, рыжий, вороной кони апокалипсиса Все несут гибель От меча, голода, мора. Но бледный всадник носит имя смерть. Имя – это знамя. Этот конь страшнее всех. Ад не всегда следовал за ним. Но по причине умножения беззакония, Как говорит Господь, описывая последние времена, В нем охладила любовь. И он сам отрекся от жизни. Между тем, это единственная ценность, Которую нам дано знать. Я понял это, когда умирал, Лежа на дороге. В те минуты это было ясно для меня. Ясно до ослепительности. Но потом я никогда не мог Восстановить этого чувства. И от того, что не восстановил, Я превратился в автора этой книги. Я всегда ждал, что вдруг Случится нечто совершенное, Совершенно непредвиденное. Какое-то невероятное потрясение. И я вновь увижу то, Что я так любил раньше. Этот теплый и чувственный мир, Который я потерял. Почему я его потерял, Я не знаю. Но это произошло именно тогда. Газданов. Призрак Александра Мольфа. После смерти у Горького в бумагах Нашли черновик еще одного письма Газданову. Желанию вашему вернуться на родину Сочувствую и готов помочь, чем могу. Человек вы даровитый, И здесь найдете работу по душе. А в этом скрыта радость жизни. Ну вот, помочь он не успел. Да гайто и перестал думать о возвращении. Чуть раньше умерла женщина, Которую он любил. Ей было всего 25. Я стоял у ее кровати, Тяжело дыша после долгих усилий, И отчаянно глядя в ее чудовищные, Открытые глаза с этой беспощадной Свинцовой пленкой, Значение которой я так хорошо знал. Я думал, что отдал бы все За возможность чуда. За возможность дать этому телу Немного моей крови, Моих бесполезных мускулов, Моего дыхания. Мама, потерявшая в жизни всех, Кроме него, написала, Как я завидую людям сильным, Трезвым, смотрящим прямо в глаза жизни. Случилось несчастье. Ушел человек. Вернуть его нельзя. А потому возьми себя в руки И создай новую жизнь. А жизнь надо уметь создать. Нельзя так безрассудно жить, Как ты живешь. Все время ты окружен женщинами, Все как-то бестолково. Ты непременно должен жениться. Это так же необходимо, Как есть, пить, умываться и одеваться. Теперь надо начать красивую жизнь И помнить, что у тебя жизнь Не должна проходить в ней искусство. Мама сказала, Он взял у хозяина отпуск, Арендовал автомобиль, Поехал с друзьями на море И встретил девушку, Которая вскоре стала его женой. Несмотря на всю силу Моего физического тяготения к ней, Это было не похоже На самую бурную страсть. Потому что в этом, Как мне казалось, Всегда проходила струя Ледяной чистоты И какой-то удивительной, Нехарактерной для меня Бескорыстности. Я не знал, Что был способен к таким чувствам. Но я полагаю, Что они были возможны Только по отношению к ней. И в этом Заключалась для меня Ее настоящая неповторимость И замечательность. Гайто Газданов Призрак Александра Вольфа Отношения главного героя с Вольфом Осложняются еще и тем, Что, как оказывается, Они оба привязаны К одной и той же женщине. Но если первая ее по-настоящему любит, Другой, от которого она сбежала, Пытается ее вернуть и подчинить. Теперь как-то уже совсем Становится понятно, Что Вольф с его тягой к смерти Живет и в журналисте, Ускакавшем от него На белом скакуне. Герою тоже надо ответить На тот же гамлетовский вопрос. И он должен не только выбрать Между быть или не быть, Но и убедить себя В правильности выбора. Тогда память отсылает его В далекое гимназическое прошлое. В тот день, Когда одна молодая преподавательница Покончила с собой. На скамейке он увидел Старого учителя русского языка, Которого он очень уважал И считал одним из умнейших людей, И спросил, Что он думает о смерти женщины. Наверное, у Гайто в жизни Действительно был такой учитель. Но те же слова он читал И в письмах матери. Вера Николаевна умерла В конце 40-го года, Словно успокоившись за сына, Который излечился от химер Отчаяния и разрушения. Он сказал мне тогда, между прочим, Нет, конечно, ни одной заповеди, Справедливость которой можно было бы доказать Неопровержимым образом. Он поднялся со скамейки. Я встал тоже. Листья были неподвижны, В саду стояла тишина. У Диккенса где-то есть Одна замечательная фраза. Запомните ее, она стоит этого. Я не помню, как это сказано буквально, Но смысл такой. Нам дана жизнь С непременным условием Храбро защищать ее До последнего дыхания. Гайто Гозданов Призрак Александра Вольфа Когда в Париж вошли немцы, Эмигранты раскололись. Одни, как Мережковский, Считали их единственной силой, Способной победить большевизм в России. Другие, как Бунин, Уехали в провинцию, Чтобы не сотрудничать с нацистами. Гайто с женой остались И вступили в сопротивление. Их группа помогала евреям, Русским военнопленным, Бежавшим из лагерей. Связывала партизанские отряды С правительством Деголя. Он издавал подпольную газету, Она сопровождала партизан. Мне неоднократно приходилось наблюдать, Как по Парижской улице шла эмигрантская дама, Напишет он после войны, И вслед за ней пять или шесть пленных В костюмах с чужого плеча И с тем непередаваемым советским видом, По которому их тотчас можно было отличить от всех. Достаточно было, Чтобы их остановил агент гестапо, И им, вместе с их гидом, Угрожали бы самые жестокие наказания От страшных немецких лагерей до расстрела. Сам он, конечно, рисковал не меньше. Многие из его товарищей были схвачены. В этой группе, плечом к плечу, Боролись русские эмигранты и советские солдаты. Белые и красные. Теперь это снова, Как в те неполные 16 лет, Не имело для него никакого значения. Мне показалось, Что время заклубилось и исчезло. Унося в этом непостижимом, Стремительном движении Долгие годы моей жизни. Не смерть была страшна, А то мертвенное, Механистическое, холодное, Что нес с собой фашизм. Именно тогда и понадобился рассказ О победе живого и теплого в человеке. И он в 41 году Начал призрак Александра Вольфа. И вот теперь я так же встал с кресла, Как тогда со скамьи, На которой сидел рядом с ним. И повторял эти слова, Которые как-то особенно значительно звучали сейчас. Нам дана жизнь С непременным условием Храбро защищать ее До последнего дыхания. ГАЙТО ГАЗДАРОВ 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 Продолжение следует...